Воспитатель Нина Беляева уже больше 11 лет трудится на благо дошкольного образования. Вспоминает, к конкурсу профессионального мастерства готовилось целый год. Уникальные методики преподавания, с помощью которых в саду работают с детьми с тяжелыми нарушениями речи, вошли в исследование, представленное жюри. О выработанных системах Нина рассказывает и в своем блоге. Как итог, молодому специалисту присвоили звание «Воспитатель года 2023». Можно сказать, профессия сама меня нашла, да, скажем так, потому что все-таки моё первое образование немного другое. Я пришла на эту работу, но настолько она мне по душе, настолько я её люблю, что уже получила образование не выше уже в педагогике в дальнейшем, и вот уже на протяжении стольких лет я работаю. Это душа, в другом не скажешь. В рамках конкурса впервые наградили и лучшего преподавателя физкультуры. Номинацию «Физинструктор года» учредили в начале 2023-го. За победу в этой категории боролись 26 претендентов. Представителей 13 городских и 13 сельских образовательных организаций Самарской области. Победителем стала Ирина Лобина, физрук одного из детских садов Нефтегорска. Звание лучшего инструктора года женщина получила за разработку методики преподавания, по которой дошкольники готовятся к сдаче норм ГТО. На счету педагога более 50 детей, обладателей знаков отличия разных номиналов. Сначала были немного трудности, а потом, когда мы стали работать по этой технологии, опробировали ее, и ребята успешно сдают комплекс ГТО на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Воспитатель года – один из самых престижных конкурсов в сфере дошкольного образования. Победителю областного этапа предстоит защищать честь региона на этапе всероссийском. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года России-2023» совсем скоро пройдет в Волгограде. Данные участники являются воспитателями муниципальной системы. И только благодаря вот этой комплексности муниципальной системы, региональных властей и именно федеральной поддержке всей системы образования, люди на сегодняшний день ощущают педагоги Самарской области, ощущают вот эту значимость и достигают тех вершин, которые мы сегодня убедились и увидели. Областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» проводится уже более 10 лет. Сейчас проходит при поддержке национального проекта образования правительства Самарской области и главы региона Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.